МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вообще ничего особенного, но мимо этого колодца детишек в детский садик водят. Вот в чем проблема. И как написала нам Анастасия Александровна, у нее ребенок только чудом в этот люк не свалился. А вот, пожалуйста, фотография от Анжелики Поповой. Знаете, есть такая игра «Найди кота», а здесь «Найди контейнер». Да-да, он там где-то виднеется вдалеке среди кучи мусора. Это площадка во дворе дома номер один по улице Баумана. Раздолье для крыс и бродящих собак и печаль для жителей. Это называется вот как и не уезжали ровно год назад. Мы в том же составе стояли на том же самом месте, здесь, во дворе дома номер 110, по улице Уральская. Мы рассказывали про то, что здесь во дворе бардак, про то, что здесь валяются ветки. Ну, собственно говоря, что изменилось? Год прошел, ветки продолжают валяться. И я напомню, это была не единственная проблема несчастного двора по Уральской 110. Если сделать несколько шагов в сторону, то на выходе из двора нас с вами встречает вот такая вот, в кавычках, конечно, красота красотинская. Мусору здесь мама дорогая сколько. Как говаривал любимый мультяшный герой Ослик Иа, жалкое зрелище, душераздирающее зрелище. В общем, крепко не везет с родным двором жителям дома номер 110 по улице Уральская. То ли коммунальные службы работать не хотят, то ли место проклятое. Нынче по весне мы уже снимали это место. Это въезд с улицы Лебедева. Мимо дома номер 27 и к дому 25 Б. Мы говорили о том, что здесь в этой луже скрывается ловушка, глубокая яма. Сегодня лужи нет и очень хорошо видно, что здесь происходит. Вот эти вот досочки, которые валяются рядом, это остатки кабельной катушки, которые пытались прикрыть яму. Сегодня в ней торчит чье-то колесо. А колодец, который здесь находится, проседает все глубже, глубже и глубже. И ловушка для автомобилистов становится, соответственно, все опасней и опасней. Такая история. Денек сегодня прохладный и пасмурный. В такую погоду как-то сразу начинает хотеться к теплому морюшку. И если прямо сейчас оказаться под пальмой на далеком берегу у вас не получается, можно скататься в Голованово на улицу Сухумскую. Вот какой там милый тропический островок. Практически рай. Эту фотографию прислала нам Ольга Белова. И это, естественно, телезрический кадр дня. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. И автор самого интересного сообщения получит в подарок два приглашения от театра у моста на спектакль «Детектор лжи». И это будет очень интересно. А посему не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы 2-630-300. Сайт в интернете refi.ru И обязательно заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Встречайте завтра Анну Водоватову. Ну а на сегодня Игорь Гиндис и Александр Худяков заканчивают свою работу. Свидимся. Спасибо. Удачи. Пока.